Сегодня мы с вами разберем восьмой урок на салфетке шипение, свойственное горячим и развивающиеся длины. Давайте представим большой костер, который ярко очень горит, в нем очень много полей. Вы сами это понимаете, что когда полей мало, гореть костру сильно, мощно не представляется возможности. Если мы этот костер возьмем, все полей не разберем, а разложим отдельно, по отдельности, по одному, то с каждым вынутым из костра поленом будет пламя уменьшаться, становиться все меньше и меньше. Если мы каждый полей не разложим отдельно, то со временем они потухнут, так как у них нет энергии, подпитывающей их, чтобы они могли разгораться сильнее-сильнее. Если мы обратно сложим, будем подкладывать полень в костер, одно полено, ничего, оно гореть не будет, если их поленев уже два, то покойник, какой огонь уже есть. Чем больше поленев, тем сильнее становится пламя, когда очень много поленев, когда прям все сильно-сильно горит, это такой уже серьезный костер, мощный, яркий, яркое пламя, искры, шипение, вот то же самое, да, потрескивание идет, прям зарево такое от этого костра шикарно получается, да. То есть смотрите, да, это как в нашем бизнесе, да, то есть если вы приглашаете людей, да, подкладываете полень в костер, то он горает еще сильнее, еще мощнее, увеличивается энергия, становится прям очень огромная сила получается в этой вот команде людей, да. Когда вы сами еще пришли в бизнес, вы еще, у вас мало опыта, да, мало знаний, вы даже не полезны, вы еще просто веточка, да, когда вы уже вместе со своим спонсором общаетесь, да, развиваетесь вместе, обучаетесь, спонсируете людей, у вас уже какое-никакое пламя есть, да, пусть небольшое, но есть, да, приглашаю людей в свою команду, подкладывая полень в свой костер, он разгорается, он становится больше, мощнее, да, сильнее и ярче. Да, вот если, ну, представьте ситуацию, допустим, на встречах или вебинарах, бывают такие люди, которые скептически настроены, да, то есть им нравится что-то, они негативно относятся, но когда рядом, если, ну, вот представим их, да, что они сырое полено, да, даже если мы сырое полено подложим, мощный костер, да, большой, серьезный такой, масштабный костер, это полено все равно высохнет и начнет гореть. Самое главное, чтобы костер был очень сильным, очень мощным, да, и обладал огромной энергией. То есть так мы сможем поддерживать, да, костер, подкладывая туда по линии, приглашая туда людей. Здесь важный акцент, да, на командную работу. Когда вы работаете вместе, когда вы работаете командой, вы работаете дружно, все заряжены на результат, да, у вас есть свои общие цели какие-то, да, то тогда эффективность от вашей действий становится больше. То есть вы усиливаете мощь, да, заряд своего костра, чем он круче, соответственно, тем лучше ваши результаты. На этом все. Спасибо за внимание.